Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики и я, ее ведущий, Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, которая, к сожалению, не перестает быть актуальной. Это борьба с коррупцией. Известно, что коррупция – вещь очень нехорошая, которая разъедает и государство, и общество, делая их и слабыми, и уязвимыми. Я не говорю уже о правах граждан, которые грубо нарушаются коррупционерами. Насколько сегодня серьезная ситуация с коррупцией в нашей республике, мы поговорим с начальником отдела по назору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской Республики Сергея Павловна. Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте! Сергей Петрович, мы уже с вами не в первый раз встречаемся в этой студии. Вот буквально года три назад мы обсуждали вопрос о борьбе с коррупцией. Как вы полагаете, все-таки ситуация в нашей республике меняется? И в какую сторону? В лучшую, в худшую? Да, действительно, время прошло, ситуация действительно поменялась. Ну, начнем с того, что в 2008 году был принят федеральный закон о противодействии коррупции. В 2009 году был принят федеральный закон об антикоррупционной экспертизе нормативных правов и фактов. Ну, и дальше ряд других таких основополагающих законов в сфере противодействия коррупции. То есть это нам дало возможность более активно заниматься проблемой борьбы с коррупцией, больше выявлять нарушения. Но нужно сказать и то, что все-таки чиновники, хочется надеяться, стали более правопослушными, соблюдают нормы закона, но тем не менее нарушения есть. Вот, к примеру, в текущем году было выявлено 107 нарушений законодательства, связанные с предоставлением недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Если сравнивать в 2015 году, тогда было 27 нарушений. Вот практически в три раза больше выявлено этих нарушений. Вы имеете в виду только первого квартала, так понимаю? Да, первый квартал этого года. К примеру, прокурором Новочебоксарска были выявлены нарушения, связанные с полнотой представляемых таких сведений сотрудниками органов внутренних дел. Некоторые из них не указывали доходы от продажи транспортных средств, другого имущества. Ряд этих сотрудников являлись учредителями коммерческих организаций. Но, естественно, мы реагируем на такие факты, вносим акты прокурорского реагирования, устраняем нарушения закона. Я думаю, все уже знают, что должны представляться чиновниками не только сведения о доходах, но и о расходах в определенных случаях. Вот как здесь обстоят дела? Да, с недавних пор мы отчитываемся не только по сведениям о доходах, но и о расходах. Были введены нововведения в нормативное законодательство. Нужно сказать, что такие нарушения также, к сожалению, выявляются. Вот в 2015 году мы выявили три факта в службе судебных приставов, когда сотрудники не предоставляли такие сведения, а они должны были предоставлять сведения о своих расходах. Мы направили акты реагирования. Ну, они сумели доказать свою невиновность, так скажем, то есть отчитаться о том, что эти доходы получены законным способом. Закон предусматривает изъятие такого имущества в случае, когда чиновник не может доказать, откуда произошло это имущество. Ну, такие нарушения есть. А в этом году были такие нарушения? В этом году идут проверки еще. Декларация этой кампании еще не закончилась. Чиновники продолжают до 30 апреля предоставлять свои сведения о расходах, о доходах. Ну, по истечении этого срока прокуратура, соответственно, будет проверять. — Уже, наверное, многие слышали про такое понятие, как конфликт интересов на государственной или муниципальной службе. Вот применительно к нашей республике возникали ли такие ситуации, когда действительно возникал конфликт интересов, но при этом никаких мер не принималось для того, чтобы его урегулировать? — Да, есть такое понятие — конфликт интересов на государственной или муниципальной службе. Но нужно сказать, что все-таки это грубое нарушение антикоррупционного законодательства. Такие нарушения выявлялись и у нас. В прошлом году их было более десятка. Опять же, прокуроры реагировали на такие факты. В текущем году было выявлено два факта нарушения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Приведу пример. Прокурором Козловского района выявлено, что директором многофункционального центра назначена женщина, являющаяся супругой брата главы администрации района, осуществляющего функции учредителя данного автономного учреждения. При этом главы администрации неоднократно выносились распоряжения об оказании материальной помощи руководителю МФЦ, выплачивалась заработная плата, премия и так далее. То есть налицо конфликт интересов. Соответственно, чиновник должен был в этом случае прореагировать, в данном случае глава администрации, но этого не произошло. Прокурор района обратился с представлением собрания депутатов района, сейчас находится на рассмотрении. Ну, нарушение будет устранено соответственно, и чиновник будет привлечен к ответственности. Спасибо. Я хотел еще раз напомнить телезрителям, что у нас организована прямая связь. К нам можно позвонить по телефону, который вот сейчас вы видите на экранах. Прошу обратить на это внимание. Сергей Петрович, я так понимаю, что в данном случае должны были быть приняты меры к регулированию конфликта интересов. Да. А вот какие-то меры, как это нужно было регулировать? Ну, они также определены в законе. Во-первых, чиновник должен об этом сообщить письменно своему руководителю или работодателю, как мы говорим. Есть возможность самоустраниться от выполнения каких-то обязанностей в случае, когда возникает конфликт интересов. Ну, при случае, когда руководитель узнал о том, что либо у него, либо у его сотрудника возник конфликт интересов, или есть возможность возникновения конфликта интересов, соответственно, он должен либо отстранить такого сотрудника от выполнения своих служебных должностных обязанностей, либо принять другие меры, чтобы не произошел вот такой факт. Сергей Петрович, вот я так понимаю, что довольно-таки коррупционально емкая сфера, связанная с использованием бюджетных средств. Ведь это лакомый кусок для чиновников, которые занимаются вопросами распределения бюджетных средств, их использования и так далее. Вот как здесь обстоят дела? Ну, это, как мы говорим, приоритет в нашей работе, в нашей надзорной деятельности, бюджетные средства, чтобы соблюдались бюджетные законодательства чиновниками всех уровней. Ну, и примеры выявления правонарушения, в том числе коррупционной направленности, они есть и здесь. Вот, допустим, в прошлом году, по направленным материалам прокурорской проверки, в этом уже году следователем МВД «Цивильский» возбужден уголон дела в отношении ведущего специалиста-эксперта администрации «Цивильского городского поселения» по части 3 ст. 159. Это мошенничество, которое, используя свое служебное положение, путем обмана ввела в заблуждение главу администрации городского поселения и похитилась бюджета денежные средства в сумме свыше 10 тысяч рублей за проведение спортивного мероприятия, которое в реальности не проводилось. Ну, проверки в этой сфере мы продолжаем. Мы здесь активно контактируем и с контролирующими органами, и я думаю, что это законодательство у нас будет в республике все-таки соблюдаться, а прокуратура будет следить за всеми этими. У многих коррупция ассоциируется с получением дачи взяток. Как вот здесь обстоят дела? Ну, это основная коррупционная статья. Если мы говорим о коррупции, то это первое, о чем мы говорим, это о взятничестве. В текущем квартале правоохранительные органы выявили больше взяток. Это 23 против 15 за аналогичный период прошлого года. То есть произошел рост выявленных таких преступлений. Ну, можно назвать сумму, общая сумма зарегистрированных полученных взяток составила 71 тысячу, а переданных составила свыше 3 тысяч рублей. Ну, эти преступления, конечно, выявлять тяжело. Как мы все знаем, все-таки и взяткодатель, и взяткополучатель, они скрывают, чтобы информация об их действиях не вышла наружу, а тем более не попалась в руки правоохранительных органов. Ну, эти факты мы выявляем. Можно назвать и категорией лиц из общего количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 290, это получение взятки. Пять преступлений совершены сотрудником МЧС, два преступления совершены сотрудником МВД, одно преступление совершено сотрудником ВСИН, и одно преступление совершено преподавателем. Это вот в текущем квартале. Вот вы уже сказали, Сергей Петрович, что такие преступления тяжело выявлять. Тогда получается, все-таки взятку можно выявить только в том случае, если гражданин сам обратился о том, что с него вымогает взятку, и сотрудничает уже с правоохранительными органами. Или как-то другие способы тоже существуют? Ну, способы, да. Способы, конечно, разные, но в последние годы, как нас ориентирует Европейский суд, нельзя допускать провокацию взятки. То есть мы не можем проводить какие-то свои операции, связанные с тем, что предлагают чиновнику взятку, да, это уже будет провокация. Поэтому, вот я поэтому и говорю, что все-таки тяжело их выявлять. Но хочется здесь, конечно, обратиться и к населению. Все-таки большинство взяток, они вымогаются чиновникам в той или иной мере, да, если не прямо, какой-то завалированной форме вымогается. Или какие-то препятствия создаются в реализации прав, законных интересов граждан. Вот об этих фактах, конечно, нужно же сообщать и в органы прокуратуры. Они у нас есть, телефоны горячей линии, можно сообщать в органы МВД и ФСБ. И соответствующая оценка, я думаю, будет дана этим действием. Вот как раз хотелось бы обратить внимание на такой вопрос. Как надо поступать и как надо себя правильно вести гражданину, если у него вымогают взятку? Ну, самый простой, конечно, способ – это просто отказаться от дачи взятки. Самое простое, что приходит на ум. Но в этом случае, как мы понимаем, взятка получателя избежит ответственности. Поэтому я бы рекомендовал вести себя следующим образом. Все-таки выслушать этого чиновника, который, вымогая эту взятку, запомнить его условия, постараться выведать как можно больше информации. То есть постараться дать выговориться. И в этом случае, конечно, а дальше, значит, сообщить об этом факте в правоохранительные органы. Тут звонят, возможно, к нам поступит в студию звонок от гражданина. Так, пока вроде нет. Он, видимо, сорвался. Сергей Петрович, вот коррупция – это не только взяточничество, получение взятки, дачи взятки, посредничество взяточницы, да? Да. Это все-таки еще и другие, наверное, преступления. Вот здесь бы хотелось уточнить, какие это преступления, которые являются коррупцией фактически. Ну да, совершенно верно. Кроме взятки есть и другие преступления. Это и злоупотребление служебным полномочиям, и ряд хищений имущества, связанных с должностными полномочиями. Те же, значит, присвоение ст. 160, те же мошенничества с использованием служебного положения, коммерческий подкуп. Вот, они все относятся к коррупционным. Ну, есть специальный документ, это называется перечень номер 23, который принят МВД России и прокуратурой России. И вот в этом перечне, конечно, изложены все статьи, которые мы относим к коррупционным. То есть, различного рода хищения, если это совершается, используется в служебном положении, где присутствует корысть, где присутствует корыстный мотив, извлечение выгоды чиновникам, все это подпадает под коррупцию. А вот в этом году, Сергей Петрович, уже возбуждались уголовные дела, имеющие широкий общественный резонанс в нашей республике? Коррупционное дело, конечно же. Такие дела, конечно, время от времени возбуждаются. Об этих фактах средства массовой информации информирует население. Я думаю, что население об этих фактах, конечно же, знает. Ну, если говорить об этом году, то вот в этом году возбуждено в марте буквально этого года уголовное дело в отношении первого заместителя министра труда социальной защиты Чувашской республики Сергея Викторовна, который подозревается о совершении хищения бюджетных средств при заключении и исполнении государственных контрактов. Ну, в настоящее время ведется предваритель следствия, виновность будет, значит, то есть виновность лица будет дана органами следствия. — Это все замечательно, конечно, Сергей Петрович. Вот вроде как много говорим о коррупции, много с ней боремся, выявляем нарушения, выявляем преступления коррупционной направленности. А как все-таки заниматься профилактикой этого зла? Ведь я так понимаю, что несмотря на то, что вроде как об этом много говорим, а тем не менее дел-то уголовных меньше не становится. То есть как все-таки больше предотвращать коррупционное правонарушение и преступления для того, чтобы все-таки их не было или становилось все меньше и меньше? — Ну, наверное, нужно начать с того, что все-таки коррупция есть и в других странах, и в самых развитых странах, и в Китае, и в Америке, и в европейских странах. — Существует она и у нас. Существует она и в республике. Я думаю, что вопрос не в том, что есть коррупция или нет коррупции. Вопрос в том, что, как вы правильно сказали, мы с этой коррупцией боремся. Ну, прежде всего, конечно, нужно профилактировать коррупцию, то есть разъяснять права гражданам. Зачастую эти вещи происходят из-за незнания гражданами своих прав. Им кажется, что чиновник требует законные вещи от него. Зачастую неграмотность влияет на совершение этих преступлений. Ну, во-вторых, наверное, и воспитание играет немаловажную роль. То есть нужно воспитывать детей в сфере, опять же, законопослушья. Ну, прокуратура активно занимается, в принципе, этими вопросами. Мы и выступаем перед населением, выступаем в средствах массовой информации, готовим и брошюру. Вот, в частности, вот я захватил вот такую брошюру. Мы подготовили не так давно, есть и на сайте эта брошюра. Вот, как коррупция и способы борьбы с ней называется. Есть здесь все телефоны. Эту брошюру где-нибудь можно еще увидеть? Может быть, на сайте? Да, и на сайте прокуратуры Чувашской республики есть. Но если кто-то хочет иметь непосредственно эту брошюру, можно подойти в прокуратуру Чувашской республики. И дежурный прокурор, значит, обеспечит вот этой брошюрой, в принципе, любого гражданина. Сергей Петрович, большое спасибо. Дело в том, что у нас эфирное время уже подходит к концу. А еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по назору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской республики Сергей Петрович Павлов. Как видим, невозможно искоренить коррупцию лишь силами правоохранительных органов. Уж очень много остается вне поля зрения. Нужна активность гражданского общества. Нужна моральная готовность противостоять этим явлениям. Порой нам не хватает и силы воли, чтобы сообщить об этом туда, куда надо. А нужно постараться найти ее. Только в этом случае мы можем изменить жизнь к лучшему. Поборов, коррупцию, всем миром. До новых встреч в эфире.